Всю полноту казахского радушия и гостеприимства ощутили на себе путешественники из Испании, Хосе и Патриция. У пары, проехавшей 16 тысяч километров пути, сломалась машина. В Уральске, где остановились испанцы, им не только бесплатно починили автомобиль, но и познакомились с местной культурой и кухней. Вот так, рассказывает Патриция, они объясняются с местными жителями. Машина, старый ленд-ровер военного образца, сломалась при въезде в Уральск. Тут же люди стали предлагать свою помощь. Под свою опеку испанцев взял Нурлан Архимжанов. Хосе и Патриция выехали три месяца назад. Проехали всю Европу, планировали посетить Монголию, Китай и Индию, но из-за поломки теперь поедут обратно домой. О кругосветном путешествии пара мечтала давно. Хосе, автомеханик, сам переделал автомобиль для турне. Несколько лет назад в аварии он потерял руку, ее заменил протез. Из Испании мы поехали в Италию, далее в Грецию, Боснию, Сербию. В Восточной Европе проехали Литву, Латвию, Эстонию. Посетили Норвегию, Швецию и через Россию приехали в Казахстан. Нам очень понравилась ваша страна, но больше всего сами люди. Они отзывчивые и общительные. Угостили нас национальными блюдами, вкусной кониной и коза. Мы читали о Казахстане, но не представляли, как здесь зимой так холодно и много снега. Поскольку запчасти к таким авто уже не выпускают, в сервисах только развили руками. Но нашим героям повезло им встретился местный кулибин Алексей Савинов. Его мастерскую изогнали в недорожник. Сломанную деталь им сделали на Уральском судостроительном заводе. Причем вся помощь была безвозмездной, от чистого сердца. На данный момент деталь установлена, которая была поломана. Собрали. Я сам такой же авантюрист, как и они. Сам бывал в таких ситуациях далеко от дома. И тоже люди помогали всем, чем могли. И я стараюсь этого придерживаться. Они побывали в 16 странах и говорят, что такого гостеприимства и столько добрых людей, как в Казахстане, не встречали нигде. По словам моих новых друзей, здесь они впервые столкнулись с самой холодной погодой и самым теплым приемом. Где живут самые душевные люди, уже рассказали всем друзьям, говорит Патриция. Ребятам предстоит нелегкий путь домой, а свой маршрут вокруг света они продолжат позже. Бутогос Базарбаева, Балат Шарлгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24.